Продолжение следует... Он нужен больше для просмотра потом, уже когда не будет комментариев. Итак, давайте сначала разберемся, что за магическая формула такая, senior Bittrex developer. Ее надо правильно понимать. Здесь в первую очередь важно, чтобы это был вообще developer, чтобы это был веб-девелопер, потом он должен быть уровня senior, а потом уже к этому всему присоединяется Bittrex. Битрикс можно либо знать, либо не знать. Незнание Bittrex делает человека сеньором. Поэтому давайте посмотрим, как к этому прийти. Классические уровни у нас в IT такие сформировались. Junior, middle, senior. Все очень относительно. Где тонкая грань. На самом деле в каждой компании все очень может отличаться от роли к роли. И самое главное, что в какой момент... Вот я вчера был медлом, а сегодня сеньором стал. Кто поощряет и определяет это? Попробуем разобраться. Посмотрим на это сквозь призму все-таки не только технического стека, потому что нет какого-то конкретного набора технологий. Нельзя знать все, нельзя пробовать все. То есть не это человек и делает сеньором. С технической точки зрения трудно дать определение. Вот сеньор – это вот этот человек. Посмотрим сквозь призму Bittrex бизнеса. Бизнес всегда хочет, в принципе, всего одного и того же. Быстро, качественно и дешево. Сегодня мы не будем говорить про дешево. Поговорим про быстро и качественно. Попробуем разбить то, что хочет бизнес по уровням разработчиков, которые могут... Что каждый из них может предложить все-таки бизнесу. Но с Junior все понятно. Для бизнеса он не представляет, какого большого прогресса. Самая главная черта Junior – он должен уметь программировать. В принципе, больше ему ничего не нужно иметь, кроме как огня в глазах, готовности работать 24 часа в сутки за еду. То есть это все характерные, такие естественные черты. Если их нет, то Junior может не дорасти. В армии была такая поговорка «плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Но вот, наверное, тот, кто не хочет стать сеньором, тоже не очень. Мидл, в принципе, уже разобрался во всех своих обязанностях, может решать задачи бизнеса. Но есть одна характерная черта – то, что все время что-то не так. Он вроде делает задачи, но к нему все время претензии. То он делал их дольше, чем хотел, чем ему казалось, то он просто не справился, то потом много багов вылезло. Просто вот он делает свою работу от звонка до звонка. Ну, прошу понимать, что я немного утрирую, потому что нам нужно найти какую-то разницу все-таки между уровнями. Ну и сеньор все-таки тот, кто разобрался. Главное, как быть эффективным, как быстро и качественно делать свою работу. И в итоге бизнес им доволен. То есть если вы сеньор, ну подумайте, как бы, вами довольны ваши люди, которые ставят вам задачи. Можно так это понимать. Если вами довольны, то вы сеньор. Это не значит, что вы сеньор, там, ультимейт. Вы перейдете в другую компанию, у вас будут другие задачи, там вы вообще можете оказаться джуниором. Поэтому именно смотрим сквозь призму бизнеса. Ну вот в чем все-таки между ними разница. Попробуем собрать такую все-таки кристаллическую формулу определения, кто такой сеньор. Значит, самостоятельный специалист, который может решать задачи бизнеса качественно и быстро. Ну вдумайтесь в эти слова, попробуйте примерить их на себя, на своих коллег. И самое главное, что если выкинуть одно любое слово из этого определения, в принципе получится middle. Все это может быть не самостоятельно, не качественно, не быстрое решение. Сходится, на мой взгляд. Мы поговорим о том, о трех ключевых составляющих, что специалист быстро и качественно. То есть это то, что можно все-таки в себе взрастить и как-то объективно об этом говорить. Ну, во-первых, нужно быть программистом в душе, в сердце, по образованию, потому что самая большая проблема – это когда человек все-таки претендует на роль разработчика и ничего из себя не представляет на уровне разработчика. Потом, после того, как он уже сам все-таки понимает, как писать код, он должен изучить стэк веб-разработчика. Мы про это тоже поговорим. Ну, никто не отменял опыт. Есть такая замечательная тоже формула 10 тысяч часов. Правда, говорят, что она уже не работает, но я так не считаю. Это примерно 3-5 лет опыта. Если реально работать, это значит, что с утра до вечера и, может быть, выходные реально работать над собой, развиваться. Читать, читать, читать. Все статьи, хабар, все здорово, но это все всегда вырезки из действительно фундаментальных книг, потому что как это происходит? Кто-то разбирается, работает, написал тему. В принципе, многие книги полезные привязываются к научным исследованиям, к диссертациям. Потом они выходят в массу, а потом те, кто их читает, пишут статьи. Поэтому статья любая — это всегда такой быстрый допинг, чтобы в чем-то въехать, чтобы чуть-чуть вообще понимать, что происходит. Но реально знание можно получить только сквозь книгу. Очень многие недооценивают историю с книгами. У меня есть такая хорошая метафора. У нас как-то тоже был разработчик, который говорил, нет, я буду все только при реальной необходимости во что-то погружаться, в чем-то разбираться. И прямо так вот головой об стену, только головой проламывать эту стену. Хотя вернемся к метафоре. Может быть, кто-нибудь играл, наверное, все герои в третьих. Там можно ходить пошагово, терра инкогнито. Можно за один шаг полуквадратного сантиметра открыть и вот так вот на обум идти, хотя нужно прийти куда-то там в конец карты. Так вот, это такое блуждание во тьме, то есть изучение опытом практическим по мере необходимости. Это и есть вот такое блуждание. А когда вы читаете книгу, это вы подошли к такой будке, знаете, обзорному дереву, оно вам так полкарты открыло, и вы увидели следующее обзорное дерево, и вы быстро к нему прискакали, и еще полкарты. То есть вы не потоптались весь день, вы не все попробовали, вы поняли, что есть, что можно, и двинулись дальше именно туда, куда вам нужно. Ну, еще есть такая хижина волшебника, это когда она вам показывает прям ту точку, куда вам нужно прийти, и вы просто понимаете направление. Уже можете хоть блуждать, но в нужном направлении. Что подразумевается под тем, что нужно быть программистом? Ну, на самом деле нужны какие-то фундаментальные науки, понимание, что и как работает. Начинать нужно точно не с веба, не с какого-нибудь PHP, это все не то, на чем действительно можно научиться программировать. Научитесь писать код, научитесь реально, начните с консольных приложений, начните с компилируемых языков программирования, потому что именно они покажут вам, как вообще правильно писать код. Это как бы пол и потолок, компилируемый язык и интерпретируемые. Просто способы отладки, которые по умолчанию существуют в каком-нибудь там C-шарпе, который, кстати, я рекомендую либо поковырять, либо начинать с него. Там все из коробки есть, там не надо возиться, мы коснемся еще этой темы, чтобы у вас заработал дебаггер. Это там настолько естественно и просто ничего не нужно делать, он у вас есть. И вы там не пытаются ничего вардампить никуда, там используют дебаггер, чтобы разобраться с тем, что происходит. Ну, в общем, и другое, более такое базовое представление, как блок-схема, алгоритмы, структуры. На самом деле всему этому учат в универе. Многие тоже недооценивают эту историю, такие вечные споры, нужно образование или нет высшее. Я вот по своему опыту скажу вам, мир делится на людей с высшим образованием и без него, но еще на людей с детьми и без детей. Поэтому подумайте о том, что если вы хотите расти и вас еще нет, хотя бы на заочку, понятно, что у всех есть дела. Рабочий стек веб-программиста, он довольно большой. Наверное, в любом направлении большой минимальный стек, но вот примерно такой он у веб-разработчика. Фронт-энд, бэк-энд, способы кэширования, веб-сервер и непосредственно сам сервер. Обычно те, кто приходят в веб, у них нет никаких фундаментальных навыков, они вообще могут там сборщиками радиодеталей работать, где-то там что-то услышали. Примерно так и идет развитие человека со стороны. Он там пощупал HTML, что-то попробовал собрать некрасиво, понял, что есть KSS, потом есть кнопка, она что-то делает, JavaScript, OK, jQuery, хорошо. Но потом этого становится мало, нужно что-то делать. Изучается бэк-энд и часто дело не доходит до кэширования. Многих ребят можно спросить, например, в битриксе из коробки есть поддержка ММКШ, как движок для кэширования. Многих можно спросить, что такое ММКШ. Я не знаю, какая это штука, где это, что это вообще. Надо поменьше улыбаться. Соответственно, что такое Apache, Nginx? Многие так примерно понимают, что есть какие-то конфиги, тоже для них это темный лес. Хотя без этого ничего работать не будет. Это не шарповое приложение, которое в консольке стартует. Вот ты прям студию поставил, новый проект создал, и все само работает. Здесь этого недостаточно. Но я уже не говорю про такие вещи, как серверное взаимодействие, хотя, на мой взгляд, оно довольно очевидно, и без него никак. Просто написать какой-то скриптец, поставить битрикс на крон, хотя бы агенты должно как бы вообще как семечки щелкаться. Не все понимают даже о чем речь. Ну и как поработать со своими скриптами и базой данных через консоль, что-то тоже запустить. Как посмотреть, что происходит, где проблема. То есть вот это примерно такой стек, он подойдет на старте. Но это, конечно, только вот старт. Есть так много вещей, которые можно еще узнать. Отдельно разберем вопросы, касающиеся бэкэнда. Тут больше информация в виде того, что потом пощупать, когда презентацию можно себе будет скачать, что посмотреть. Отдельно выделю, что первый источник — это PHP.NET. Есть такие замечательные стандарты PSR. Их PHP FIG, Framework International Group, придумывает, утверждает. Там различные принятые сообществом подходы к написанию кода и так далее. Есть хороший сервис LaraCasts. Там не только конкретно про PHP, вообще про разработку. У нас есть корпоративный список от литературы для веб-разработчика на PHP. Там список из пяти книг, которые нужно прочитать обязательно каждому претендующему. Вообще-то название Middle. Но Middle — это, по сути, просто нормальный разработчик. Такой более-менее. Если он претендует, то ему обязательно нужно его прочитать, потому что вот это блуждание во тьме очень дорого обходится, когда есть какие-то элементарные вещи, которые нужно понимать, что ты знаешь, а что ты не знаешь. Вот эти книги очень подсказывают. И интересная книга. Книга, она как бы онлайн такая. PHP — правильный путь. Тоже ее хвалят. Про MySQL. В общем-то тоже первоисточники. Это справочное руководство. Ватри Скул. Книга MySQL по максимуму. Даст вам хорошее представление. И самое главное — то, что всегда остается за кадром у тех, кто хоть уже пробовал писать там свои селекты, апдейты. До этого очень у многих разработчиков дело в реальности не доходит. Я имею в виду порученные селекты. Прямо написать что-то такое. Это индексы и это план исполнения. Вот очень много ребят, с которыми приходится проводить собеседование, даже не слышали и вообще не имеют представления о том, что это такое. Ну, про индексы слышали, про explain вообще могли ни разу не слышать. То есть запомните и транслируйте своим ребятам, что чтобы работало быстро, нужны индексы. Если работает медленно, нужен explain. Это уже будет хороший прогресс для разработчиков. Ну, хорошо, если он уже знает, что есть MySQL вообще там за битриксом. Часто тоже какая-то магия просто. Про сам битрикс тоже отдельно скажем. Смотрите, тут есть ряд полезных ссылок, где чему учиться. Документация на ядро старая, новая, потому что они оба действуют. Есть очень классное сообщество с живой лентой. Там реально люди, которые пилят на битриксе, что-то выкладывают такое интересное. Не маркетинговое, бывает и пиарят, но реально низкоуровневые такие вещи. Там обычно не задают вопросы, типа, как сделать гитлист. Там обычно выкладывают что-то интересное. Туда можно заходить. Обычные битриксовые формы, там тоже много всего полезного. Есть телеграм-чат. Телеграм вроде жив, поэтому там все равно продолжает кипеть бурная деятельность. Но в чате в основном вопросы, как сделать гитлист. Поэтому если у вас такие вопросы, то там вам помогут смело. В принципе, туда с любыми вопросами. И там нон-стоп, в любое время можно его открыть. Там всегда есть сообщение 3 минуты назад, кто спросил, почему что-то не работает или как что сделать. И ВК-группа для разработчиков у нас тоже есть. Что можно подразумевать под уверенным уровнем разработчика на битрикс фреймворк? Там всего очень много. Я сформировал некую солянку из того, что действительно нужно ориентироваться свободно, занимаясь заказной разработкой. Некоторые штуки, например, принципиально кто-то не занимается интернет-магазинами, что-то там корпоративный сайт свой поддерживает. У него нет интеграции с 1С. Он даже вообще не слышал и не думал про нее. В принципе, уровень такой средний — это когда комплексный компонент для вас не представляет никакой сложности. Вы можете его написать сами, вы даже хотите его написать. Вот примерно когда вы спокойно ориентируетесь и можете делать этот уровень. Ну и остальные штуки, которые хорошо характеризуют, это когда вы не пишете по первому вопросу, по первой проблеме всех поддержку, вы можете быстро сами разрулить. Во-первых, понять истинную причину проблемы. Просто для вас очевидно, что нужно залезть в ядро, что-то посмотреть, понять, где косяк, поправить его или даже написать нормальный баг-репорт. Соответственно, знать ядро наизусть тоже можно. Следующая история с тем, как повысить скорость. Скорость — есть определенное время, за которое можно сделать задачу. Вот это время очень трудно уменьшить, но в реальности скорость — это просто соблюдение этого времени, это сроки. Достаточно грамотно сделать оценку и соответствовать своей оценке. Это всех очень устроит. И еще одна история — это продуктивно писать код. Именно это обычно из-за этого превышаются, задерживаются сроки, потому что просто медленно пишется код. Но писать код — довольно линейные способы ускорения этого есть, и они тоже предел имеют. Правильная оценка. Начну с конца. Очень часто оценка происходит совершенно неправильно. Если задача понятная и вроде бы несложная, то типа я сделаю ее быстро. Так не работает. Нужно понять, что нужно время на подумать, на то, чтобы представить, как этот код весь пишется. То есть на механическую работу написания кода нужно время. Нужно продумать структуру данных, все продумать, на тестирование заложить время, небольшой запас взять. Ну, а на самом деле нужно знать, что времени всегда понадобится чуть-чуть больше. Имейте это в виду. В общем, правильная оценка. Продуктивный кодинг. Можно выделить три основных составляющих, с которыми очень у многих разработчиков реально проблема. Давно уже даже прописная, более чем прописная истина не пилить код на продакшене. Окей, ну, доросли. Следующая непрописная совершенно истина не пилить код на стейдже, который в сети висит. Пфтпшечки, надпадики. Они в паре идут, вот эти вот локальная история. Вообще все друг на друга завязаны. То есть, в общем, занимайтесь разработкой на локальной копии и своим ребятам это транслируйте. То есть нужно поднять прям, чтобы реально на локалке работал проект. На винде там это open server, на маках и так далее. На линуксе все как бы из коробки. Нужно использовать IDE любую. Главное, что PHP-шторм. Это очень важно, потому что писать код можно якобы в саблайме, обвешать его плагинами. Это не так. Нельзя писать продуктивно код. То есть, когда работаете с IDE, вы работаете с проектом. Во всех остальных случаях вы работаете с файлом. И все. У вас нет никаких других преимуществ. Я еще коснусь того, что может дать IDE подробнее. Ну и xdebug. Это то, о чем я говорил. Это когда нужно понять, что происходит, где баг, как его отловить. Вот эти истории. Мне тоже очень часто аргументы такие. Мне нравится вардамб. Зачем мне ваш xdebug? Да я не против его. Это долго. Нужно найти строку, написать вардамб. В xdebug и в любом дебаггере достаточно просто поставить точку останова. И все станет как на ладони. Вы прямо видите все переменные, как исполняется ваш код. В общем, про некоторые преимущества по HP шторму. Их тут прям целая пачка. Несколько слайдов можно было бы писать, как круто работать через IDE. Это навигация. Ну, код комплит – это как бы самая первая очевидная фича. В HP шторм встроены различные инструменты, терминал, навигация. Самое крутое – это поиск по проекту. Еще одна из фишек, которые страдают новички, они не умеют разбираться в проекте. Во-первых, IDE поймет ваш объектный код. А во-вторых, поможет разобраться и в необъектном. Ну, то есть это просто поиск по файлам. Им нужно уметь пользоваться. И с ним очень большие проблемы, когда проект где-то в сети. Про то, как повысить качество. В общем-то, качество кода и проекта состоит из непосредственно форматирования кода, его архитектуры, структуры данных и тому, как происходит работа с багами. Форматирование кода – самое вообще простое. Что может быть? С ним все время проблемы. Но, к счастью, есть простые способы его решения. Во-первых, это линтеры. В IDE он обычно встроен. Это статический анализ кода, который говорит вам, что здесь не хватает точки запятой. Здесь какой-то странный оператор присваивания, например, в условии. Не должно быть его. Или оно ошибочное. У PHP есть даже два стандарта, посвященных этому вопросу. Первый и второй. Книга «Как писать совершенный код». Обязательно всем прочесть. Она отвечает на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Где, как, какой код писать, в какой последовательности. Все вопросы, которые у вас могут возникнуть о том, как писать код, там раскрыты. Качество – более сложная штука. Нельзя писать с отступом, и получится качество. Это уже архитектура. Нужно подумать о том, что могут быть разные слои. Просто отдельные модули, системы, которые будут заниматься разными штуками. Ходить в базу, в кэш. Они могут, в принципе, друг про друга не знать. Очень спорная якобы такая история, что ассоциативные массивы вообще-то нигде, кроме как интерпретируемых языков, особенно PHP, нет такой практики использовать для описания структуры данных. Ассоциативный массив IDE не понимает такие штуки. В любом языке, компилируемом, допустим, тут же C-Sharp, вам придется создать, описать класс, у которого будут поля, вы еще пишете им геттеры, сеттеры, ваш IDE поймет ваш код. Вот эта штука называется контракт. То есть описать свою предметную область в PHP не очень принято. Даже в фреймворках все равно так не делается. Я с этим не согласен. Чем меньше магии в вашем коде, тем лучше. IDE должна понимать, что вы делаете. Изучите паттерны проектирования. Понятно, что это никакая не панацея, их трудно куда-то прямо так взять и внедрить. Но вы должны праникнуть с этой идеей, понять, что это такое. Вы должны просто понимать, что это, видеть их, пробовать. В общем, пробуйте. Часто слышу, что в битрексе какие паттерны там используются в битрексе или как их использовать. Вы при чем тут битрекс? Здесь вы. Сегодня битрекс, завтра не битрекс. Вы также ничего не знаете. Пишите код. Вообще очень классная история, когда вы сначала пишете то, как вы будете использовать свой код. Потом вы пишете, соответственно, как он работает. То есть от обратно очень круто. Очень, конечно, сложно. Очень непривычно для битрекс-проектов, потому что такие вещи, как все-таки result-modifier, component-опилок, очень вносят некоторую расхлябанность. Не призывает ничто к повторному использованию кода. Нужно там что-то получить. Делаем get-list. И нормально. А если еще где-то это нужно сделать, то это целая история. То есть взять этот код, куда-то его вставить, он не работает, он не умеет просто что-то принимать на вход и что-то на выход. Структура базы данных довольно несложная история. Нужно хорошенько подумать над сущностями, полями, привести к третьей нормальной форме. Ну просто чтобы у вас не было ничего, не дублировалось, чтобы данные были грамотно разложены. Сейчас в это углубляться не будем, но имейте в виду, что если данные в каком-то виде структурированы, то это в итоге в третьей нормальной форме по умолчанию. Вот над чем надо подумать. Это над типами полей, ограничениями. Могут ли быть поля нулевыми? Это значит к вопросу об валидации данных на уровне базы данных. То есть она тоже будет следить за тем, чтобы вы писали то, что вы должны писать. Внешние ключи, индексы, про которые мы говорили. Миграция. Что вообще такое миграция? Вот тут был доклад, спрашивали, что никто использует миграцию. Я вот так за этим сидел, никто руки не поднял. Это очень классная история, когда все изменения в схеме данных вы пишете через специальный скрипт, который добавляет по простому колонку в вашу таблицу. У вас было две колонки, вам нужна третья. Вы не пошли в phpMyAdmin, не добавили эту колонку, или в инфоблок не пошли, не изменили его. Вы написали скрипт. Касательно битрикса, это через API. Там c-блок элемент, c-блок property, в общем, add и так далее. Самое главное, что вся эта история хранится под гитом. Все, кто потом работают с этим проектом, вместе с коммитами получают изменения в базе данных, накатывают их. Ничего никуда не потеряется. То есть нужно не… Мы тоже тут сейчас обсуждали, не сначала в базе, в админке что-то сделать, и потом сделать то же самое программно. Нужно программно все делать, программно запускать свою миграцию, убеждаться, что получилось то, что нужно. Ну и это легко потом автоматизировать. Просто перед апдейтом площадки могут сразу накатываться миграции. Про отлов багов. Ну чем строже у вас режим интерпретатора, тем лучше. То есть любые такие нотисы, которые никто не любит тоже, опять же, в PHP. Типа в массиве не было такого ключа объявлено. Что делать-то? Вот не было, это на самом деле нехорошо. Значит, вы не собирались так работать. Когда в IDE в Storm пишете какое-нибудь поле класса, которое у вас не объявлено, он тоже пишет, что undefined class variable. Не надо так делать. Объявите, что вам нужно такое поле. Про view говорили. Вот там все, что не объявлено в блоке дата, у вас ничего работать не будет. Source of truth. Это ваш контракт. Это вы тем, кто изучает ваш код, пишете о том, что в коде будут использоваться такие-то поля. Ну, другие поля вы можете добавить, они не будут реактивными. Ну, такая же история с PHP. Я вообще против того, что можно использовать вот эти магические все штуки. Много проблем на этой почве. Пишите логи, пишите, не забывайте писать отладочные логи и продуктовые логи. То есть просто при запуске вы пишете отладочные, потом вы их останавливаете. Используйте Composer. Это менеджер пакетов. Там есть готовый код для решения очень большого количества задач типовых. Обязательно используйте git. Это система контроля версии. Сейчас про нее пару слов будет. Вот автотесты, ревью кода очень классная штука, чтобы повышать качество. В общем, git. Самое главное, прочтите книгу про git. Остальное можно пощупать уже потом. How to для тех, кто вообще ничего не пробовал. Ну и подведем итоги. Все-таки, чтобы быть сеньором, нужно быть не таким абстрактным вакууми сеньором. Нужно быть профессионалом своего дела. Вообще фундаментально понимать, что и почему происходит, как. Делать свою работу быстро и качественно. Примерно вот так вот можно характеризовать сеньора. Дальше можно развиваться на самом деле очень много. Куда это как в управление, руководство, так все-таки погружаться в технические штуки, разработка нагруженных проектов. Это целая отдельная история каждая. Изучать новость QL, DevOps, участвовать в open source, писать что-то свое, контрибьюзить. Это все уровень уже. Ну и другие языки я только за, потому что все-таки для реального разработчика это не должно быть проблемой. Поэтому следите за собой, развивайтесь, развивайте своих ребят. Обязательно дайте всем разработчикам, в кому у вас есть какие-то претензии, вот этот план развития. Ура! Спасибо большое! Продолжение следует... Возвращение следует... Продолжение следует...